На долю лидеров казахстанского страхового рынка приходится 43,7% от совокупного объема собранных премий. В июле первая пятерка не изменилась. Первенство традиционно удерживает СК Евразия, занимая 14,4% рынка. Халык Казахин страх на второй строчке 12,1%, на третьей позиции Намат Иншуранс с долей 6,2%, на четвертой Намат Лайф 5,9%. Замыкает пятерку лидеров казахмыс с 5,1%. Что касается страховых выплат, то здесь также лидирует Евразия. На конец июля СК выплатила своим клиентам более 5,7% от совокупного объема. На втором месте Халык Казахин страх занимает 12,6% рынка, на третьей строчке Намат Иншуранс с долей 6,6%. На четвертой позиции Цесна Гарант. Ее клиенты получили по 2,4 млрд тенге. Намат Лайф замыкает пятерку лидеров 5,5% от совокупного объема выплат. В Мангостаусской области создадут китайский промышленный парк. Об этом сообщает агентство Синьхуа. Предполагается, что он будет расположен в пятой субзоне специальной экономической зоны морской порт Актау. Планируемая площадь 400 гектаров. После завершения строительства инвестиций, которые составят не менее 100 млн долларов, в парк планируется привлечь 10-15 китайских предприятий, обрабатывающие промышленности. Экономики Европейского Союза угрожают дефляцией и слабый рост. К такому единому мнению пришли президент Франции Франсуа Оланд и глава Европейского центрального банка Марио Драги. Неделю назад Драги заявил, что помимо монетарных стимулов, необходимо прибегнуть еще и к налогово-бюджетным стимулам, а не соблюдать меры жесткой экономики. Эти высказывания вызвали раздражение у немецких политиков, а вот Париж, наоборот, поддержал их. Эксперты ждут реакции Германии, ведь ей в противовес выступает не только ЕЦБ, но и Франция. Кроме того, вполне возможно, что отход от жесткой экономии поддержат и другие страны. Кстати, во Франции на фоне других крупных европейских экономик дела идут не лучшим образом. Наблюдается затяжная стагнация, рекордные уровни безработицы, дефицит бюджета ниже целевых значений. Если еще полгода назад европейская экономика показывала хоть какой-то рост, то сейчас о позитивных тенденциях говорить не приходится. Во втором квартале рост ВВП еврозоны был равен нулю, при этом надежды на восстановление в июле и августе не оправдались. С 1 сентября в Грузии временно вступила в силу большая часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в том числе и его составная часть об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле. Временное задействование коснулось торговли товарами и услугами, санитарных и фитосанитарных норм, защиты интеллектуальной собственности, политики конкуренции и ряда других сфер. Кроме того, отныне будут задействованы положения, определяющие сотрудничество между Грузией и ЕС в сферах транспорта, энергетики, охраны окружающей среды. В результате временного задействования соглашения значительная часть грузинской промышленной и сельхозпродукции сможет поступать на рынок стран ЕС без оплаты таможенной пошлины. Аналогичный режим будет действовать при импорте продукции ЕС в Грузию. На юге Кыргызстана планируют построить завод по производству газа из угля. Об этом заявил президент Алмазбек Атамбаев. По его словам, первая группа зарубежных экспертов уже работает со специалистами Минэнерго и Госагентства по геологии. Если будет принято решение возводить такой завод, отпадет необходимость строительства газопровода Север-Юг. Уже до конца этого года соседняя страна вместе с Газпромом выберет один из вариантов. Напомню, что юг Кыргызстана оставался без газа после продажи Кыргызгаза Газпрому за 1 доллар. Итоговое соглашение было подписано в Бишкеке 10 апреля. Уже 14 апреля узбек Трансгаз прекратил поставки топлива на юг республики, заявив, что сроки контракта истекли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok